Так, уловили это. Теперь смотрите, зачем мы это делаем? Мы с вами выяснили истинные, как бы, нейрофизиологические причины. У нас с вами вырабатывается артикулярная формация, у нас нет фактических угроз, да? Мы, сбегая от неврозов, идем в информационное потребление, но информационное потребление приводит к избыточной когнитивной нагрузке, и избыточная когнитивная нагрузка приводит к наддепрессии. Улавливайте. Дорога столбовая. Вот, и дальше мы говорим, у нас нету сил, нету, как бы, что же делать, где наш потенциал, мы говорим, да? Значит, я спрашиваю, а чего вы делаете вот здесь? Все же меня обзывают, что я лудитый, все время против прогресса, это я-то. Вот, значит, да. Что вы тут делаете? Я просто спрашиваю, зачем? Значит, какие ответы? Очень важно быть в курсе новостей. В мире что-то постоянно происходит. Если вы не узнаете, что сказал Трамп, что он написал в своем твиттере, он тут недавно поставил рекорд, написал 150 что-то твиттеров за день. Ну, он старенький, ему можно, он уже все, уже не контролирует. С мочу контролирует уже хорошо, понимаете? Вот, значит, новости. Второе. Что происходит у других людей? Что же такое у них случилось? Ох, он пошел куда-то на вечеринку. Ох, у нее новое платье она выбирала в магазине. И где его выбирать-то еще? Вот новость. Если она в платье, то явно была в магазине и выбрала его. То есть тут даже не надо узнавать. Но надо знать, что у них происходит, понимаете? Это такая история, это скважина, замочная. Вот. И все, значит, в эту замочную скважину так вуэристически, знаю, влезают. А другие, значит, сложно, очень важно уловить все нюансы, значит, происходящего, да? Ну что, новости важно. Вот это все важно. Третье, это развлечься. Нам же скучно. У нас нету потенциала, но нам скучно. Потом сказали кино какое-то. Джокера посмотрели. Вы смотрели Джокера? Ох, боже! Там новый папа вышел, понимаете? Что-то там, какой-то Волан-де-Морт куда-то помчался. Немедленно же. Вот. Разлетели. Разлетели. И четвертое. И это правда. Убить время. Весь наш потенциал и информационное потребление, вот это все вранье, нету никаких новостей, недавно ничего не меняется. Вот просто. Когда изменится, вы узнаете. Вы почувствуете это буквально собственной кожей. Вот. До тех пор вы можете выключить все новости. Вот. Что происходит? Это на самом деле приматы с этими вуэристы, экспедиционисты. Значит, вот это мы сюда уберем. Ну, развлечение, понятно. Конечно, очень сильно переживать. Развлечение надо. Пусть только поработал. Такая пословица была. Называется делу время, потехи час. Ну, вот. У нас 8 часов плюс вот этой потехи. Вот. Классический рабочий день. Реально 8, это с одним экраном. А реально, на самом деле, это 14 часов. Потому что вы же смотрите телевизор, большой экран, телефон тут же, компьютер, телефон, и так далее. Так. Да, значит, соответственно, вот наш потенциал, это ваше время. Что случится, которое вы убиваете информационным потреблением? Продолжение следует...